Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа с большой буквы. В студии я и ведущий Александр Гурарье, и на связи с нашей студией, к сожалению, пока что виртуально, эксперт, политолог, экс-посол Израиля в России и Украине Цви Маген. Цви, добрый вечер! Добрый вечер! Надеюсь, все-таки в ближайшее время увидеть вас в студии. Обещаю! Цви, я бы хотел сегодня поговорить с вами о китайском тигре, о Китае. Китай по последним данным заключил соглашение с Ираном. Это соглашение включает серьезную экономическую программу. То есть Китай подчеркнуто ведет самостоятельную политику. Не хотел бы применять такие слова, но, к сожалению, никак не обойтись. Плюет на мнение Соединенных Штатов Америки по поводу санкций против Ирана. К чему может привести вот такая самостоятельность Китая, особенно в совокупности с Ираном и с его ядерной программой? Да, действительно, в последнее время была не опубликована, но была утечка информации о якобы соглашении, готовящейся соглашении между Китаем и Ираном. Соглашение действительно рассчитано на 25 лет. В основном о доставке энергоносителей иранских к Китаю и там где-то в районе 400 миллиардов долларов. Но это, подчеркиваю, это утечка, это неофициально. И хочу еще заметить, что в самом Иране по этому вопросу тоже есть волнение, они все счастливы. И считаю, что иранами следует идти под эту кабалу и вот такие высказывания. А почему кабалу? Для них это выход? Они же под тяжелыми санкциями продажа нефти застопорилась весьма и весьма сильно. Боятся зависимости. Боятся зависимости от одной из держав. У них очень плохой опыт в свое время был и с Россией, и они отдались России, отдали за это и территорию, и свободу. Так они считают. И они боятся других держав. И теперь есть, которые считают, что то же самое пройдет с Китаем. Не имеет значения, какова это держава или сверхдержава. Ну, это такие мнения. На самом деле, урана действительно ярко выражены интересы. Ну, продавать нефть или газ она может любому, в принципе, пока... Я говорю о 25-летнем стаже теперь. Но тут это не только это, это еще взамен этого соглашения Китай обещал и технологии, и военные технологии, те или иные виды поддержки, развития инфраструктур. Вот такие вещи, на которые действительно встревоженно реагируют те или иные израильские, скажем, публицисты пока. Я не знаю, что говорит об этом государственная система. Но давайте разберем, за чего, собственно говоря, Китай добивается и где, и в нашем регионе это отдельный вопрос. Китай, если рассматривать это нынешними понятиями, является или первым, или второй из основных противников Соединенных Штатов, если так подходить к этому. Напоминаю, что в времена Трампа это был противник номер один, вторым была Россия, и там еще исламский радикализм и так далее. А ныне есть разные мнения по этому вопросу, Китай первый или второй. Чем, собственно говоря, так недовольны Китаем, это хороший вопрос, но тут следует обратить внимание на китайское поведение, скажем, на глобальном уровне. Китай практически выстраивает, типа, сверхдержаву, в основном на данном историческом этапе экономическую сверхдержаву. Китай пока не идет в сравнение ни с Соединенными Штатами, ни с Россией, и даже не с НАТО в военном отношении. Не будем теперь, значит, сверивать вот эти или иные возможности, но это не тот уровень. Естественно, у нее хорошие там возможности на своем регионе, но не на глобальном уровне, она не игрок. Но и Китай становится очень крутым игроком именно в экономической плоскости. У Китая действительно произошел резкий рывок в развитии экономики в разных или во всех, вернее, направлениях. И в этом отношении Китай сегодня является, если не первой, то уже однозначно второй глобальной экономической державой. Это первое. Второе, Китай пытается распространить свое и влияние, и присутствие в разные регионы, скажем, уже на уровне, на глобальном уровне. И все эти разговоры о новом шелковом пути, и о новом поясе, который проведет те или иные возможности, экономические в основном, но и стратегические тоже через Евразию, Азийский континент и в разные другие направления, это тоже часть этого. Китай присутствует во всех мировых возможных ходах и проходах и щелях. Это имеется в виду, что он практикует отношения с плохо развитыми, экономически, конечно, государствами, предлагает им разные те или иные виды услуг, помощь, товаров и так далее. И за, конечно, ту или иную поддержку, сотрудничество, и в этом отношении очень много, ну, скажем, бедных государств теперь являются в той или иной мере партнерами именно этого типа. Да, Циви, вы знаете, мы в этой студии беседовали, делали несколько программ о том, что происходит со странами бывшего Советского Союза, это Киргизия, Казахстан, Таджикистан, то есть эти страны просто вот попадают в экономическую зависимость от Китая, получая от них новые и новые экономическую, так сказать, помощь, за которую потом приходится расплачиваться. Именно так. И в этом отношении чуть расширить этот аспект, это не просто экономическая помощь. Китай считает, что в те или иные регионы он может расширить свое присутствие уже как, скажем, сверхдержава, как основная фигура, которая руководит региональной политикой данного региона. И, например, идет противостояние Китая уже со всеми за влияние в Средней Азии, это уже включает и Россию, и включает и славский мир, который там тоже пытается упрощить свои позиции, и Турдию, и, естественно, Запад, который тоже там присутствует и пытается этого не допустить. Так что идет противостояние. И если у Китая получится, то он расширяет свое и влияние, и присутствие, естественно, в своем евро-азиатском регионе, но не только. И ввиду всего, ну, конечно, я хочу напомнить, что в Африке у него тоже очень сильные позиции, много государств в стольной мере поддерживают Китай, потому что были задействованы тельные соглашения. Ввиду всего этого, в последнее время Китай пытается расширить свое присутствие на Ближнем Востоке. И в этом контексте это не только предложение, сделанное Ирану. Это вообще были заявления Китая о том, что он хочет расширить свое присутствие, сотрудничать со всеми, помогать всем, и предложить свои возможности как партнера, как арбитра в решении разных региональных конфликтов, включая в данном случае и Палестино-Израильский конфликт, но не только, это и саудовцев с именцами, и Иран с другими там сочинениями по региону. Так что он уже играет роль действительно очень активной державы. И поэтому в этом контексте заявление о Иране, последнее, которое мы обсуждали, это как раз является частью всего этого подхода. Что же касается отношения к этой политике со стороны других партнеров, она достаточно сложна. Но если начать с Соединенных Штатов, то она относится к этому очень отрицательно. Даже к тому, что Китай присутствует, а он присутствует в Израиле тоже. Это не всегда нравится американскому руководству. Вот знаменитый Тель-Авивский трамвай строят китайцы у нас. Да, да, и поэтому неоднократно были подчеркнуты, что те или иные проекты Китаю, наверное, давать не следует. И его присутствие, оно не всегда дружелюбно и наивно. Оно имеет еще и стратегическую подоплеку, и выход в Средиземное море, и выход, скажем, на израильские инфраструктуры, или на израильские технологии, негоже давать Китаю. Это существует. Тем более, что китайцы, извините, известны как весьма и весьма нечистые на руку. То есть, воровать технологии они просто обожают. Это у них хобби такое. Да, и в этом отношении Израиль является действительно одним из серьезных объектов в данном случае. Уязвимых объектов. Ввиду своих технологических возможностей. Да, потому что Китай действительно производственные мощности, ведущие сегодня, по-моему, в мире, с одной стороны, но развитие технологии и так далее, это другой уровень, и он еще не совсем там. Но он там будет со временем, это одно. Что касается других игроков, условно говоря, на глобальном поле, это начнем с России, у России с Китаем достаточно сложное отношение. На поверхности это выглядит сегодня однозначно позитивно, тем более, что оба противостоят Соединенным Штатам, и поэтому в той или иной мере сотрудничество и сдерживание Соединенных Штатов является общим интересом, и оно реализуется в той или иной мере. Но с другой стороны, Россия относится и должна относиться достаточно с подозрением к Китаю, к его намерениям, к его геополитическим интересам. И в самом там регионе мы уже помянули Среднюю Азию, незабываемый Сибирь, незабываемые другие возможности, поэтому уступив место второго, скажем, основного глобального игрока Китаю, Россия от этого не обязательно выигрывает. Так что это очень сложное отношение, следует их учесть. И Китай продолжает расширять свое присутствие, кроме Средней Азии, в другие регионы, например, в Кавказ, и пытается выйти в Восточную Европу. Так что достаточно активный игрок. Не обязательно негативный на данном этапе, но потенциал растет в этом отношении. А что вы можете сказать об отношениях с Израилем, то есть израильско-китайские отношения, то есть кроме строительства трамвая? Я напоминаю, что Китай строил, строит порты в Израиле. Это именно очень, скажем, огорчило, я уже упомянул американцев. Были совместные проекты, которые американцы, например, возможности развития тех или иных самолетов, например, проектов, технологических военных проектов, на которые в Средней Азии отреагировали жестко. Китай предлагает Израилю очень интересные, скажем, условно говоря, сделки или проекты. Берет недорого, поставляет хорошие, скажем, хорошие результаты, поэтому у Израиля... Я слышал, что китайцы писали, ведь одно время в Израиле, что несколько лет назад, лет 5, наверное, 10 назад, китайцы вообще предлагали израильтянам построить 1-2 города буквально за несколько месяцев. То есть они сказали, что у вас климат хороший, все хорошее, то есть построить какую-нибудь городишко, это буквально несколько месяцев займет. Да, у них очень крутые возможности, если так можно выразиться, именно в создании то, что называется инфраструктур. Ну, это одно. Например, у Китая продолжаем... Есть непростое отношение в самой Евро, Азии имеется в виду, да, в данном случае у них противостояние с Индией, и сложные отношения в индийско-пакистанском конфликте, и дружат с теми или с другими, и создают разные там блоки, противостояния, так что там тоже весь не скучно, и так что по всему евразийскому региону у Китая в каждом отдельно взятых участках есть свое присутствие, свои вмешательства или проблемы, или противостояния, так что это совсем непросто, и это еще, конечно, как говорят, не вечер. Что касается Израиля, то у Израиля с Китаем очень нормальные, я бы сказал, отношения. Обе стороны заинтересованы, я уже упомянул, возможности Израиля, и как заказчика тех или иных инфраструктур, и как поставщика тех или иных технологий. Для Китая это тоже очень интересно, и очень выгодно во многих отношениях. И не все западные государства имеются в виду развития уровня. Как Израиль готовится сотрудничать с Китаем, все на него, как говорят, косятся очень осторожно. Это вообще слон и моська, да, то есть масштабы Китая, Израиля. Помните старый анекдот, как в поезде едет израильтянин и китаец, да, и китаец спрашивает, вы откуда, из Израиля, а сколько вас там живет? Ну, там вот 7 миллионов, да. Простите, как называется та гостиница, в которой вы все живете, да? То есть это просто несопоставимые вещи. Это тот случай, когда говорят, что величина... Размер не имеет значения. А как относятся наши новые партнеры, я имею в виду, так сказать, участников соглашения Авраама, Саудовская Аравия, Египет и другие суннитские арабские государства, к нашей, так сказать, дружбе с Китаем. Дело в том, что всем известно, что китайцы очень и очень жестко пресекают все, так сказать, выступления и малейшие, так сказать, попытки свободы исламских граждан, которые это уйгуры прежде всего, да, то есть просто там жесточайшим образом их гнобят, их там сажают в лагеря, там творят с ними такое, что мусульманские их братья не могут молчать? Они могут, факт, что они молчат. Иногда там сказывается потом вопрос, он это не тот уровень. То есть то, что позволено Юпитеру, не позволено Быку, да? То есть им позволено все. Они могут сказываться, но не в том сути. А Израиль с Китаем уживается, так же, как Израиль уживается с другими державами. Израиль дружит и с Китаем, дружит с Индией, дружит с Россией, и дружит с Европой, и с Соединенными Штатами, и со всеми. Именно это есть его политика, многовекторная, многосторонняя в этом отношении. Китая не исключение. Что касается вот стран региона, то в этом отношении действительно, они являются для Китая вожделенной мечтой, пытаются проникнуть сюда. То, что сумел с Ираном, он предпочел бы, вероятнее всего, подписать такое соглашение с другими странами региона. Плохо получается там Соединенные Штаты, которые ему, скажем, препятствуют. Поэтому с Ираном получилось хорошо. Именно ввиду противостояния Соединенным Штатам, потому что это соглашение, если оно будет реализовано, как раз является совместным, скажем, вызовом Соединенным Штатам. И это, да, влияет на ядерную сделку, которая пока еще не подписана, и много чего еще другого. Поэтому в основном оно политическое пока, а не, скажем, оперативное, экономическое и так далее. Нет, оно во многом ослабит эмбарго вот на продажу нефти, потому что Китай колоссальный потребитель нефти. И вот у Ирана открылось просто окно возможностей. Да, и Китай действительно у него, ну, хромает на эту нефтяную ногу, у него действительно нет этих энергоносителей, ему нужны поставки, для его промышленности нужны очень серьезные, значительные поставки на много лет вперед, что он и собирается действительно достичь в этой сделке с Ираном, и, вероятнее всего, у него это получается. Но еще тоже надо рассматривать это очень осторожно, потому что Соединенные Штаты на это отреагируют жестко. Это вызовы по вопросу, скажем, эмбарго с самим Китаем, он тоже под санкциями, и с Ираном, который, в конце концов, находится под давлением санкций Соединенных Штатов, Запада, много кого еще. И пока ядерные сделки не подписали, все это лежит в открытом виде, как говорится, на столе переговоров. И это составная ныне, новая составная этого процесса повестки дня. Цви, а вот последний вопрос, довольно кратко, если можно. А как себя видит Россия вот в этих взаимоотношениях? То есть Китай и Россия – это партнеры, соперники, враги? То есть вот так, по такой шкале, как можно определить? И то, и другое. На данном этапе они дружат и сотрудничают, и совместно выстраивают, скажем, свою ось, достаточно антизападную, антиамериканскую. С одной стороны. То есть они сплотились на почве ненависти к Соединенным, нелюбви к Соединенным Штатам, да? Нелюбви к Соединенным Штатам, да. Ну, в какой-то мере, это совместная ось Россия с Китаем действительно создает серьезный вызов Западу, в частности, Соединенным Штатам. С одной стороны. Ну и, естественно, там эти региональные проекты тоже не во вред России, Россия против них ничего не имеет, наоборот. И развивается восточный регион, Тихий океан, и все, что с ним связано. Все это нормально. Да, но экспансия, экспансия в Казахстан, экспансия в Киргизию, это, наверное, России не очень нравится. Да, но, я бы так говорил. Но есть другие аспекты. Вы уже помянули регионы, влияние на Россию, регионы бывшего Советского Союза и другие тоже, в которых у России интересы, в той или иной мере Китай является, ну, если мягко сказать, потенциальной проблемой. И Россия очень осторожно к этому относится. Тем более, что у Китая могут быть свои претензии и к самой России же, и поэтому это такая очень осторожная дружба, я бы сказал. Куда-то заведет, а Бог пока еще рано судит, но вот такой процесс мы имеем. Дружба с опаской. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали с Цвимогеном, дипломатом, экспертом, экс-послом Израиля в России и Украине. А наша программа с большой буквы подошла к концу. Я, ее ведущий Александр Гурарье, прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова